Добрый вечер, дорогие одесситы. Медиаинформ вечерние программы. У меня в гостях парапсихолог Инна Дуковская. Здравствуйте, Инна Николаевна. Хотелось бы по парапсихологии несколько слов, чтобы вы сказали, почему пара. Психологии очень много, есть разные психологические направления, как в науке психологии, так и в психологических практиках. Тут появляется термин парапсихология. Приставка пара всегда говорит о чем-то необычном, выходящем за рамки здравого смысла и опирающемся на какие-то другие экстрасенсорные или какие-то потаенные особенности психики, человеческой коммуникации, технологии и так далее. То есть это что-то, выходящее из рамок просто объяснимого. Вы совершенно правы, Юрий Леонидович. Парапсихология — это все-таки ближе к психологии, но это не является ни в коем случае, как многие могут подумать, оккультизмом либо ведьмством. Действительно, парапсихология отличается от психологии тем, что изучают не только психику человека, но и энергии, те вибрации, которые излучают абсолютно все существа, живые либо неживые. Но если совсем неживые, то, конечно, он никак не вибрирует, а просто умирает. Парапсихология, повторюсь, ни в коем случае не является тем ведьмством, которое принято считать среди людей, она не подразумевает какие-либо культы, какие-либо ритуалы для достижения каких-то определенных целей. А как быть с так называемыми намоленными местами? Вот у стены плача в Иерусалиме, например, этот камень излучает энергетику, хотя он явно не живой. Почему не живой? Этот камень, я имею в виду, который вот камни в стены плача. Если он получает энергетику, то тут я могу с вами поспорить, он определенно живой. Уживой, понятно. Как любой камень, в принципе, это известно, что у бриллианта они обладают определенной энергией, одна энергетика, рубины, другой, сфиры, третий. А то, что намолено место, это место намоленное, либо место силы, либо место душения. Это то место, где люди очень откладывают силу этой энергии. Это накапливается, когда один человек, либо большое количество людей создает определенную психоматрицу, энергетическую матрицу. То место намоленное, это то место, где люди молятся, просят Всевышнего, неважно, как его там называют, но они просят Всевышнего, либо благодарят Всевышнего за что-либо. Вы знаете, люди, получившие естественное научное образование, у нас таких большинство, так как бы базис у них, основа мировоззренческая, заложена в материализм, я не скажу в вульгарный, но все-таки материализм, и это как бы естественное научное объяснение. Они просят по поводу всех ваших матриц, всех ваших пара, вещи, пара субстанций, дайте, пожалуйста, какие-то объективные характеристики, как у физических веществ или тел, у них должна быть какая-то скорость обращения вокруг ядра атома, какие-то характеристики, которые можно мерить, которые можно объективировать. А вы же манипулируете какими-то словами, которые носят, ну, в общем-то, какой-то надматериальный смысл. Возможно. Но я бы не сказала манипулирую, а скорее апеллирую. Почему? Потому что те же люди научных кругов, они точно так же молятся, как и все другие люди. И они молятся с надеждой на то, что исполнится либо их желание, либо просьба. Да, я знаю, что многие выдающиеся физики, при том, при всем были глубоко верующими людьми. Глубоко верующими людьми и посещали так называемые места силы, либо это стена плача, либо камень, либо храм, неважно какой, либо мечеть, для того, чтобы как можно ближе поговорить со Всевышним. То есть они объясняли мир, как бы исходя из каких-то сюрреалистических вещей, как бы божественных, надпредметных. Как меня однажды спросили, что такое сверхмышление. Я, честно говоря, такого научного термина не знаю, хотя много лет я как бы пребываю в рамках психологических каких-то книжек. Но я сказал тогда, что если верить Марксу, и сознание есть продукт высшим образом организованной материи, то есть вот этот, лобные доли, то сверхсознание есть продукт абсолютного духа. На что задающий вопрос дама была очень на меня обижена. То есть получилось, что я вроде как подменяю основания. На самом деле, всякий раз, когда говорят об оккультных вещах или вещах, кажущихся оккультными, возникает сомнение. Причем сомнение, естественно, научного происхождения. Вы эти сомнения рассеиваете или просто игнорируете? Я иногда игнорирую, а иногда рассеиваю. Все-таки, имея несколько высших образований, я склонна думать, склонна всему доходить логически, либо с научной точки зрения. И когда уже не хватает знаний именно в науке, то, естественно, уже приходят на помощь те способности, которые у меня есть. Что касается, опять-таки, именно парапсихологии, как сверхзнания, ведь мы все прекрасно знаем, что есть сознание, есть подсознание. И сознание, оно действует, оно является, транслирует в мир знаний где-то на 5-7%, да, у гениев где-то до 9%. Я не знаю, кто считал... Это миф, созданный конкретно Зигмузом Фрейденом. Возможно. И на 100% считается, что как бы всеми знаниями обладает только Бог, да, только Всевышний. А это кто такой? Почему кто? В психологическом, естественно, научном смысле. Кто это такой, Господь Бог? Я могу вам сказать только исключительно... У него тоже есть какие-то психологические, личностные характеристики? У меня есть к ним несколько десятков вопросов. Это не ко мне, это ко Всевышнему. Я могу сказать только исключительно со своей субъективной точки зрения, поскольку я не являюсь человеком воцерклённым и не придерживаюсь какой-то определённой религии. Скорее всего, где-то по философии, может быть, я ближе к буддизму, но моё глубокое убеждение, что Всевышний, Он один. Я его даже Богом и называю Всевышний. Просто у Него в разных конфессиях разные имена. Разные имена, да. Понятно. И это та сущность, самая светлая, самая чистая, которая, возможно, наказывает нас, либо даёт нам испытания для того, чтобы мы стали лучше и чище. Я не хочу сейчас с вами обсуждать эту тему, почему болеют дети, либо почему войны, но существует такая теория, что без воли Всевышнего не упадёт волос с головы. Уважаемые телезрители, у вас есть возможность по телефону 737-7310 задать вопрос парапсихологу Инне Дуковской. Тем более, мы сегодня говорим о сущностях, касающихся отношений между мужчиной и женщиной. Ну, давайте по этой сущности поговорим, поскольку интересантов у нас на эту тему, я думаю, очень много. У меня очень много клиентов, которые спрашивают, как найти свою половину. Вы практикующий психолог? Да, я практикующий парапсихолог. Как психолог я практикую, но крайне мало, именно больше, как парапсихолог. И большей частью, как правило, все люди приходят к психологам, к парапсихологам с одним и единственным запросом, чтобы всё было хорошо. А что хорошо у каждого… Причём критериев «хорошо» не обсуждается. Что такое «хорошо», что такое «плохо» не обсуждается. Не обсуждается. Это к Майковскому, да? Да, чтобы всё было хорошо. И уже когда начинаешь разбираться, что конкретно хорошо, если сейчас взять, допустим, вектор личностных взаимоотношений, то, как правило, если есть уже пара, то нет гармонии в паре, то есть как понять мужчину либо женщину, да? Или почему вот меня любят, а я не люблю, или почему я люблю, а меня не любят. В принципе, как бы эти ситуации, они похожи, они тянутся из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Как вся мировая литература построена на этой проблематике, на самом деле. На самом деле, да. Человеку больше ничего не интересует. Ну, только счастливый человек может дать счастье другому человеку, согласитесь. Если человек несчастлив и не наполнен состоянием гармонии и счастья, что он может дать другому человеку? Возможность позаботиться о себе. Возможность позаботиться о себе. О себе несчастном. О себе несчастном, да. И двумя ногами вступить в так называемый треугольник Карпмана, да, и быть не то жертвой, не то тянут. Про треугольник, если можно подробнее. Боюсь, что не только я, но и многие телезрители не знают, что это такое. Как правило, если человек несчастлив, не как правило, в 99% случаев, то он является одной стороной так называемого треугольника Карпмана, где человек может, один человек может выступать в трех ипостасях. Либо жертвой, либо тираном, либо спасателем. Но для того, чтобы выступить либо жертвой, либо тираном, всегда нужен хотя бы еще один человек, да, то есть кого тиранизировать, либо рядом с кем, либо что спасать, кого спасать, либо рядом с кем быть жертвой. И когда человек грязнет, как в болоте, двумя ногами в этом ужасном состоянии, самое сложное для человека на самом деле – это посмотреть на себя со стороны, с позиции наблюдателя. Но мы так устроены, что если отношения рушатся, мы делаем все для того, чтобы их спасти. И часто мы не думаем о том, а нужно ли спасать эти отношения. Может быть, имеет смысл поблагодарить человека за опыт и идти искать другого человека. Либо сделать так, чтобы тебя нашел тот самый твой единственный, любимый человек и уважал тебя как минимум. Уважал и любил. Треугольный Карпмана, я думаю, что это тема отдельной передачи, потому что о нем можно говорить долго и много. Единственное, что я хочу пожелать нашим телезрителям, чтобы когда заносит, либо в состоянии «пожалейте меня», либо «люби меня, потому что я тебя люблю удушающей любовью», или же «я буду спасать эту ситуацию», которая на самом деле уже никому не нужна. Просто посмотреть на себя со стороны наблюдателя. Для этого есть, собственно говоря, психологи, специалисты, которые помогут выйти из этой ситуации и жить более гармонично. Смотрите, человеку свойственно не просто свои проблемы переносить на другого человека, самому стараясь не меняться. Он, в общем-то, еще и роли меняет. Если он в одной паре выступает в качестве горячо любимого, но без взаимности, то в другой он берет это копье теперь в свои руки. Теперь он командует ситуацией, ему это не очень надо, а партнер находится в ситуации зависимой. И на перемене роли строится вся биография, вся судьба. Такое тоже бывает. Да, и очень часто. И, вы знаете, я сталкиваюсь с тем, что когда отношения гармоничны в паре, когда люди соприкасаются энергетически, у них все замечательно, и у них просто все нормально, все хорошо, они начинают искать себе зачем-то проблемы. Потому что многие просто не верят в то, что это может быть хорошо. Вот у нас звонок в студию, может быть, человек ищет проблему. Да, слушаем вас внимательно. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Здрасте. Адам, как мы знаем по информации, был достаточно самодостаточный. И, тем не менее, Господь решил, что не должен быть он один. Это все для него дело. И с тех пор всегда люди ищут себе вторую половинку. То есть, когда он ест в второй половинке, он не может чувствовать себя счастливым. Наши гости говорят, что надо быть счастливым, и тогда вы сможете сделать человека другого тоже счастливым. Но если он один, как же он может чувствовать себя счастливым? У него есть все, кроме рядом, ну, его половинки. Я, наверное, немножко сбивчиво, да, говорю? Нет, вы говорите нормально. Я хочу сказать, что вы поняли, да, счастливый человек может быть один. А вы говорите только счастливый человек может найти другого и сделать его тоже счастливым. Вопрос есть. Будете отвечать? Да, конечно, безусловно. Дело в том, что если, во-первых, нужен ли самодостаточному человеку второй человек, да, то есть, если ему достаточно хорошо самому с собой, и его, в общем-то, все устраивает. Я буквально вчера столкнулась с такой ситуацией, когда женщина, она вдова была очень много лет в успешном браке, и она пользуется успехом у мужчин, очень состоятельная, ухоженная, и говорит, ты знаешь, мне никто не нужен. Возможно, прошло мало времени, но времени прошло больше года, и она говорит, я вообще не готова к отношениям, потому что мне хорошо сейчас самой. И она вот эту свою самодостаточность, она реализует на своих детях, на внуках, собственно говоря. По поводу второй половинки. Есть очень хорошая практика, когда нужно понять, какой человек на самом деле тебе нужен, какими качествами он должен обладать. Желательно это не лениться, конечно, взять ручку и написать на одном листе, а на втором листе написать, о какой ты есть на самом деле. И сравните, а вот этому классному второй в половинке, ну, давайте возьмем мужчину и женщину. Как правило, женщины ищут принцев, не будучи при этом похожими на принцесс. Распишите, какой вам нужен мужчина, какими качествами он должен обладать, там, рост, цвет волос, образование, все-все-все качества. И напишите, какая вы есть сейчас. И посмотрите внимательно, а вы действительно нужны вот этому замечательному мужчине, вот такая, какая вы есть сейчас. Неважно, это мужчина-женщина, то есть можно поменять с ролями. И тогда все становится на свои места. Тут есть серьезное возражение. Мне кажется, что, как правило, из всего этого перечня какие-то качества есть, а каких-то не хватает. Надо идти на компромисс, поскольку в другом случае собираешь те качества, которых здесь не хватало, но нет всех прочих. То есть мы все равно в той или иной мере зависимы от той меры компромисса, на которую нас толкает тот выбор, который у нас есть. Совершенно согласен. И вот этот компромисс, он, собственно говоря, и есть искусство выбора. Знаете, Юрий Леонидович, компромиссом люди склонны с возрастом, с жизненным опытом. А когда молодая особая, либо молодой человек где-то в среднем до 30-35 лет, они видят рядом с собой идеал, при этом совершенно ему на самом деле не соответствуя. Например, приходит девушка 17-18 лет после обычного техникума с нормальной, скажем так, хорошей производственной профессией, и говорит, мне нужен адвокат, столько-то лет, столько-то зарабатывает с такими-то связями. Когда спрашиваешь, а что же... Это церковь, это не магазин. Что? Да, это клиника, это не гастроном. Можно себе нашаманить любого, поверьте. Но если женщина соответствует, если... Вопрос только, что ты можешь дать этому человеку, который, собственно говоря, обладает теми качествами, будет ли ему с тобой интересно. Если ему с тобой неинтересно, то да, вы познакомитесь, вы проведете прекрасную ночь, может быть. Ну и все. Речь идет о том, чтобы сохранить отношения долговременно. А долговременно, чтобы сохранить отношения... Ну, их секретов, естественно, это очень много есть тренинговые, книг расписаны, очень много теорий, как сохранить долговременные отношения. Но я считаю, что для того, чтобы быть интересной, чтобы другой человек хотел быть с тобой каждый день, постоянно, ежедневно, нужно, во-первых, быть ему интересной. И во-вторых, это касается... Даже если не каждый день, все равно это... Все равно должно быть интересно, да, потому что в какой-то момент это надоест, и он пойдет искать совершенно новые впечатления. И я точно знаю, что если женщина энергоемка, она ресурсна, то в таком случае она может вдохновить своего любимого мужчину на подвиги. Где его найти, я могу сейчас сказать, можно, в принципе, посвятить этому отдельную передачу, но если вы уверены, что есть ваша половинка, поверьте, мужчин где-то порядка 3-3,5 миллиардов. Работы непочатый край. Я не говорю о том, чтобы с каждым заводить отношения, но это как по базару. Идешь и видишь, что лежит твой продукт, не знаю, твоя юбка, твоя сумка. Ты знаешь, что этот человек — это твой. Это довольно цинично. Человек эгоцентричен, он не может принимать себя как элемент рыночных отношений. Он не приценивается чаще всего, он рассчитывает просто на большую удачу. У него есть критерии, которые он не на улице нашел, и по этим критериям живет. Извольте, соответствует его критериям. А тот не соответствует, стало быть, это ошибка. И в отсек. По той же причине, по которой выбор очень широк. Не так ли? Согласна. Но тут сложно сказать, что это не рыночные отношения. Ведь мы ухаживаем за собой с какой целью? Для того, чтобы нравиться партнеру. Женщины ухаживают за собой. Но иногда просто по привычке. Чтобы нравиться себе. Чтобы нравиться себе, нужно иметь для этого определенное качество. Быть собой очень довольной и быть большим эгоцентричным. Или быть очень недовольным, но знать, как привести в соответствие. То есть ходить в спортзал, заниматься саморазвитием и так далее. Не за тем, чтобы себя удачнее продать, а за тем, чтобы просто соответствовать своим же критериям. Могу тоже поспорить. Почему? Потому что есть множество процедур, они довольно неприятные, да, женские процедуры. Для чего мы, для чего женщины это делают? Для того, чтобы понравиться самцу. Зачем мужчины ходят в спортзал? Да, здоровье это замечательно, прекрасно. Но они тоже ухаживают за собой. С какой целью? Для того, чтобы понравиться самке, собственно говоря, выбрать ту достойную его, которая могла бы родить ему будущее потомство, из которой ему было бы интересно. Вот так. Ну, вы знаете, все-таки у вас есть склонность к какому-то рецептурному решению вопроса. Вот если сделаешь так, будет тебе счастье. Да нет. А я бы просто защищал позицию совершенно другую. Я не знаю, что такое счастье. Я знаю, что такое определенный минимум, ниже которого я не предъявляюсь, не показываюсь. И если я не соответствую своим критериям, занимаюсь или совершенствованием себя, или поиском среды, в которой я могу быть адекватным, своим притязанием. Вот и все. А все эти отношения, типа, вот я такой, а ее надо подобрать по таким критериям, пожалуйста, мне вот нос это, и ноги это, и грудь, глаза это. То есть, на самом деле, такой заявке, во-первых, очень трудно ее составить, а во-вторых, она ничего не дает и никуда не продвигает. Это просто глупо. Вы совершенно правы, Юрий Леонидович. И критерии у каждого, в общем-то, свои. Но и по этим критериям можно подобрать большое количество людей. А почему мы выбираем именно одного человека? Не знаю, там, Вася, Машу, неважно. Почему это? Я вам скажу, потому что он разрушает все наши нормативные притязания, все наши сложившиеся, как бы, законы и правила. Вот идет поперек, разрушает их, и при этом остается самодостаточной. Самодостаточной вызывает, вообще говоря, восторг своей персоной, и никакие тут критерии не работают. Я сделал выбор, она молодец, она мне нравится. Она веселая, она смелая, она энергичная, она крушит все мои представления о том, как должно быть, и она лучше меня знает, что надо. Такое вот бывает. Мне кажется, что если так, то тогда, в общем-то, рецепты уже не нужны. Надо же просто повезло. В таком случае можно сказать, что эта женщина для этого мужчины, она интересная и энергоемкая, то есть она ему дает определенный ресурс. Вы как-то все это сводите к рецептурной формуле. Почему к рецептурной формуле? А где же успех, где же формула счастья как таковая? Где его увеличится случай? У меня нет, к сожалению, рецепта формулы счастья, а может быть и к счастью. Как и у пары психологов нет такого рецепта. У психологов точно его нет. Я уверена, что счастье – это сиюминутное состояние, и полностью человек может находиться в счастье долгое время, разве что где-то в специализированных клиниках, в определенных палатах. Инна Николаевна, к вам чаще обращаются мужчины или женщины? Ну, если взять в процентном соотношении, процентов 40 мужчин, процентов 60 женщин. А проблематика похожа или она все-таки не симметрична? Она не симметрична, но хотя бы некоторая тенденция можно взять. А вот у кого больше желания переложить свои проблемы на вас? У мужчин или у женщин? И у мужчин и у женщин абсолютно одинаково. Если от мужчины уходит женщина, то сделайте что-нибудь, но верните ее. Я говорю, давайте работать над тем, почему она от вас ушла. Это исправляйте, и тогда возможно. То есть над тем, что можно изменить. Что можно изменить, да. Ну, нет, вот сделайте что угодно, только верните ее, и все. Я считаю, что это перекладывание ответственности на мои плечи. Или же если… Или поиски мамки. Или поиски мамки. Ну, вы знаете, к сожалению, бывает так, что мужчина за 40 приходит на сеанс с мамой и жалуется на свою жену. Всякое, всякое бывает. И в таких случаях я, как правило, советую маме уехать куда-то хотя бы недели на две и не звонить ни в коем случае. А потом этот срок еще и пролит, поскольку она привернется и начнет теперь возвращать себе все, что за это время было упущено и сделано не так. Безусловно, безусловно. То есть бывает такое, что неблагополучие семейное передается по наследству. И психологически, и за счет определенных привычек и так далее. Очень часто. Вы знаете, существуют закормленные кармы в том числе. Ну, карма санскрит, она переводится как возмездие. Мне кажется, наиболее точного определения я не слышала. Кармически это то, что шло из поколения в поколение. Психология называется жизненный сценарий. Когда мама несчастна, бабушка несчастна, прабабушка несчастна. Естественно, есть, допустим, там уже женщина в осознанном возрасте, где-то около 20, которая понимает, я не хочу быть как мама. Или же, когда попадаются только мужчины-алкоголики, да, либо мужчины-наркоманы, либо женщины попадаются гулящие мужчинам. Одному, другому, третьего. То, как правило, нужно здесь ломать стереотипы, даже не стереотипы, сценарии, жизненные сценарии многих поколений. Ну, вы знаете, я помню сценарий жизненный одной из моих дочерей, которая, будучи там в старших классах или на первых курсах, беспрерывно бунтовала. Я не твой проект, нечего через меня реализовывать свои заморочки, которые у тебя не получились. Сейчас, когда я ей за 30, она гордится теми моментами, когда я узнаю сходство. Вот у нее поменялась система ценностей, или это вроде как просто стало умнее. Получается, что теперь она говорит, да, вот с этим я на тебя похожа. То есть, понимаете, это как раз то, от чего она лет 10 назад отказывалась категорически. Да, обычно к 30 годам начинаешь понимать, что мама либо папа были правы. А до этого, естественно, это экономично. Когда сам становишься мамой или папой. Да, да, начинаешь понимать, что на самом деле родители были правы. Ну, некоторые, к сожалению, не понимают это гораздо позже. Вот интересно, у вас из таких вот обращений есть повторные, типа, вот это ты у меня убрала, вот здесь не дотянула, переделай. Вот повторные обращения бывают? Да, обычно говорят, не переделай, говорят, отремонтируйте меня, потому что я сломался. Да, безусловно, и как бы с одним клиентом мы не работаем. Разово очень редко бывают консультации, потому что запросы все время меняются. Ну, я уверена, что нельзя клиента присаживать на психолога, парапсихолога, да, то есть на консультанта. Потому что человек должен нести ответственность за свою жизнь сам. И за отношения с партнером тоже человек несет отношения сам. А психологи или парапсихологи только помогают выстроить эти отношения так, как он-то выходит. Ну, часто бывают клиенты, в том числе и в бизнес-консалтинге, и в политическом консалтинге, которые ничего в себе менять не собираются. Но они переходят от одной психологической школы к другой, и фактически занимаются тем, что, ну, как бы подсаживаются на иглу психологического обеспечения. Да, я их называю тренингнутые слегка. Я не веду тренинги, я веду только личные консультации. Ну, как правило, запросы, если не решаются за несколько сеансов, то человек просто на самом деле не хочет решать, он ничего не готов менять в себе. А хочет, чтобы кто-то его отремонтировал. Я понимаю, что у нас назрела тематика следующего вашего выступления. Надеюсь, что вы нам не откажете в удовольствии еще не раз, не два поговорить с вами на эти темы. У нас в эфире была Инна Дуковская, парапсихолог, действующий психолог-консультант. Спасибо за то, что вы пришли к нам. Спасибо, что помогли и рассказали. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»